Всем привет! Появилась необходимость снять видео Ответы на вопросы Вопросов очень много И они повторяются Я отвечаю на все Но проще объединить их И ответить на все вопросы здесь Итак, я подготовил список вопросов Которые чаще всего задают в комментариях И ответы на них Первый вопрос Для чего утепление днища? Утепление для утепления Чтобы не греть землю в холодную пору Я пользуюсь тандыром круглый год И в морозы тоже Чтобы тепло сохранять внутри тандыра Я для этого и утеплил днище Второй вопрос Где крышка, почему ее нет? Действительно, крышки нормальной нет Есть временная крышка от какой-то старой кастрюли Которую я собираюсь заменить Как раз появилась интересная идея И материал подходящий Поэтому скоро будет новая крышка для тандыра Третий вопрос Как выкладывать бут Как выкладывать камни после установки минваты? Бут я выкладывал на цементно-песчаный раствор В соотношении 1 к 3 Цемент марки М400 Бут выкладывается на бут Да, он соприкасается с ватой Но не опирается на нее Другими словами, если разобрать кирпич изнутри И убрать вату, бут останется стоять как есть Четвертый вопрос Затем нужна каменная вата Вата для того, чтобы тандыр дольше держал температуру После прогрева кирпич отдает тепло Не только внутрь тандыра, но и наружу Что нам не нужно Поэтому ватка между бутом и кирпичом Которая выполняет две функции Теплоизоляция и температурный шов между двумя контурами У кирпича и бута разные температуры нагрева И разные тепловые расширения Если бы я положил сразу за кирпичом бут То кирпич порвал бы кладку бута Пошли бы трещины А так два отдельных контура Кирпич при нагреве расширяется и дает трещины Но не соприкасается с бутом Который не сильно нагревается Так как часть тепла задерживает вата Пятый вопрос Можно ли обойтись без ваты? Конечно можно Например, можно между кирпичом и бутом Просто оставить воздушную прослойку Или засыпать туда глину Глину с соломой Или просто пепел И тому подобное Есть у меня опасения Что если заделать наглухо чем-то плотным И более теплопроводным, чем вата То бутовая кладка из-за перегрева И температурного расширения Может потрескаться Шестой вопрос Не велико ли поддувало? Нет, я считаю поддувало в самый раз Я делал его специально Чтобы можно было прикрыть кирпичом Считаю это решение удачным Ширина поддувала изнутри 110 мм Снаружи 148 мм Оно под конус сделанное Высота 240 мм Размер поддувала для такого тандыра Подходит хорошо Тяга хорошая в любое время года и погоды Удобно доставать пепел Я просто беру досточку И выгребаю пепел через поддувало Седьмой вопрос Какой размер последнего ряда кирпичей? Я использовал шамотный кирпич марки Ш5 Его размеры 230 на 114 на 65 мм Я не захотел делать много резов И подрезал кирпич по одной стороне После подрезки вверху у меня получилась ширина 70 мм А внизу как и была 114 мм Но идеально у меня не сошлось По факту я еще вырезал кусочек в конце Думаю если подрезать с двух сторон То сойдется лучше Восьмой вопрос Сколько шамотных кирпичей ушло? Всего ушло 68 шамотных кирпичей Из них на дно 16 Три ряда по 15 штук Изольник И над ним 7 штук Девятый вопрос Чем обмазывать снаружи? На что ложил шамот? Снаружи я обмазал шамот огнеупорной смесью ST61 На эту же смесь я и ложил кирпич Огнеупорная смесь Это та же шамотная глина С добавлением кварца, графита и кокса По составу похожа на шамотный кирпич Поэтому хорошо с ним сцепляется и не отслаивается Десятый вопрос Что если обмазать с внутренней стороны глиной для экологичности? Мазал ли я внутри? Я думаю, что если обмазать просто глиной, она скорее всего отслоится Нужно обмазывать материалом схожим по составу с кирпичом Который имеет такие же температурные расширения Я видел обмазывают огнеупорной смесью С жидким стеклом натриевым Огнеупорная смесь по составу Это та же шамотная глина С добавлением дробленого кварца И небольшого количества кокса и графита В зависимости от производителя Пропорции могут быть, конечно, разные Этот состав близок к шамотному кирпичу Должен хорошо держаться Планирую попробовать такую обмазку изнутри Тандыр у меня начал потихоньку сыпаться Процесс этот начался недавно Где-то, наверное, месяц назад Произошло это потому, что зимой у меня намело снега в тандыр Который потом растаял, замерз И у меня на дне образовалась ледяная корочка Сантиметр, два сантиметра толщиной Я растапливал тандыр на ледяной корочке Естественно, шамот не любит влагу Которую он изрядно напитал Потом это все замерзало И как раз вот этот слой, я так думаю, сейчас и отшелушивается Произошло это все потому, что Недостаточно хорошее укрытие тандыра Одиннадцатый вопрос Сколько времени его греть? В среднем, наверное, час Зависит от диаметра и сухости дров Погоды, температуры, влажности воздуха И тому подобного Мелкие дрова быстрее горят Больше жара дают На них быстрее белеет То есть прогревается Двенадцатый вопрос Сколько дров уходит на прогрев? Зависит, конечно, от того, что готовить И насколько сильно нужно прогреть Так, например, если диаметр 5 сантиметров Длиной 50 сантиметров Может штук 10 в среднем Тринадцатый вопрос Вопрос про красный кирпич на донышке На видео не сильно заметно Но там на вате выложен слой красного кирпича А потом слой шамотного кирпича Два слоя кирпича на дне для теплоемкости Четырнадцатый вопрос Как готовить лов в тандыре? Конечно, лучше это делать на казане Но я пока не обзавелся казаном Зато у меня есть котелок 5,5 литров Как я готовлю на нем, я показал в видео Пятнадцатый вопрос Как я делал свод и как кирпич не падал Я пробовал шаблон делать в виде паруса И опирать на него Но у меня ничего не получилось Потом я вырезал круг из гипсокартона И выставив на нужную высоту Попробовал на него опирать кирпич Тоже не получилось В итоге я просто сделал раствор нужной консистенции Густой и липкий Без всяких дополнительных приспособлений Все выложил Первый кирпич можно упереть во что-то И дать раствору время подстыть Потом продолжить с перерывами Через несколько кирпичей Сразу заделывая швы между кирпичами Так свеже уложенные Сразу свяжутся с подстывшими И так до конца Так как шамотный кирпич и огнеупорная смесь Имеют идентичный состав Эргезия очень хорошая Кирпич залипает и держится хорошо Нужно добиться лишь соответствующей вязкости раствора Шестнадцатый вопрос По своду Нужно ли сужение? Из опыта заметил, что верхние кирпичи сильнее прогреваются Когда готовим на противне Поднимаю повыше, чтобы картошка сверху запеклась Получается красивая золотистая корочка сверху Семнадцатый вопрос Как я готовлю хлеб в тандыре Стенки покрываются сажей? В процессе топки стенки вначале покрываются сажей Потом, когда они набирают нужную температуру Сажа осыпается и стенки белые Есть еще фраза Топить до белая Это имеется ввиду То, что я описал выше Хлеб мы готовили в тандыре как в форме по типу хлебопечки Но сейчас мы на стенках хлеб не готовим По причине того, что я говорил ранее Нужно обмазать стенки Что я и планирую сделать Огнеупорной смесью с жидким стеклом Этот процесс я покажу отдельно в новом видео Подписывайтесь на канал, если вам это интересно Восемнадцатый вопрос Сколько ушло денег на постройку тандыра? Переведу в доллары, так как с разных стран смотрят люди Примерно 40-50 долларов вышло Девятнадцатый вопрос Зачем стрейч пленкой, можно ли без нее? Пленка выполняла роль временной фиксации ваты Для того, чтобы стянуть вату И она не мешала класть бут Я думаю, пленка уже давно расплавилась Обмотать проволокой, конечно же, можно Двадцатый вопрос Почему кирпич без связки? Кирпич в моем случае выполняет функцию аккумулятора тепла Нагрузки он никакой не несет Изнутри он подперт с собой Снаружи стянут стальной проволокой Закрыт ватой и бутом Двадцатый вопрос Перед готовкой нужно ли выгребать угли? Угли по желанию С углями быстрее готовится и вкус другой Если хорошо прогреть, жара от кирпича достаточно для приготовления Без углей более полезнее Но у меня любят с дымком Двадцатый вопрос Чем изолировал утеплитель сверху от попадания влаги? Не изолировал, просто накрывают он дыр Но нужно изолировать, доделаю, покажу Третий вопрос Шамотный кирпич по санитарным нормам позволяет на стенках лепешки лепить? Я думаю, таких норм нет По крайней мере, я не знаю По заявлению производителя, в составе в основном шамотной глиной Добавляются коксовые графитовые добавки А также крупные зерна кварца Можно ли лепить на него лепешки или нет, я не знаю Но думаю, что колбасу есть вреднее Советовать или рекомендовать что-либо на этот счет я не стану Двадцать четвертый вопрос С какими дровами топите? В основном макаться, но стараюсь фруктовыми Двадцать пятый Что я не доделал? Хотел зачистить швы в камне и пройти щеткой по самому камню Затем вскрыть специальным лаком Камень имел бы эффект мокрого И еще не доделал пол вокруг Только с одной стороны начал Крышку нормальную не сделал Да и вокруг беседка должна быть с дымотводом Почти ничего не доделал Теперь хочу еще обмазать изнутри и вверх закончить Если будет интересно эта тема, буду доделывать и выкладывать видео Подписывайтесь на канал Двадцать шестой вопрос Чем планируешь заделать вверху торчащий утеплитель? Положил камни на него Как придумаю, что-то лучше сделаю Замазать наглухо, треснет, так как разные температурные расширения Двадцать седьмой вопрос Почему шамотный, а не красный кирпич? При выборе кирпича руководствовался максимальной температурой Шамотный температуру держит до 1300 градусов Красный до 800 примерно Решил, что с запасом лучше, будет долговечней Про теплоемкость читал, что шамотный медленнее набирает температуру, но и дольше отдает На практике не знаю, ни с чем сравнивать Двадцать восьмой вопрос Будут у вас гранитные или базальтовые? Будут гранитные Двадцать девятый Как жарить лепешки на кирпиче? Лепешки жарили в начале, но со временем кирпич начал прилипать к лепешкам Сейчас не жарим Думаю обмазать огнеупорной смесью жидким стеклом Обмажу, потом попробую пожарить, сниму видео Тридцатый вопрос Сколько килограмм смеси нужно приобрести вместе с обмазкой? Огнеупорную смесь я брал в фасовке по 18 килограмм мешок Потом докупал второй мешок Еще немного осталось, так что думаю два мешка по 18 килограмм или в сумме 36 килограмм должно хватить Тридцать первый вопрос Сколько времени строил тандыр? Точно не помню, может не делюсь технологическими перерывами Тридцать второй вопрос Шашлык в тандыре низ горит, верх сырой Чем горизонтально не нравится, тут жир тоже вниз на угли капает Верх не сырой, сверху сильный жар из-за сужения Все пропекается, а угли можно убрать, это по желанию Самое удобное, что крутить не надо Равномерно пропекается со всех сторон И мясо сочное, не сушится И готовится быстрее, особенно когда мяса много Тридцать третий вопрос Почему не в магазине купил? Честно, денег зажал Этот 40-50 долларов и неделя работы Такое себе творчество, даже интересно было А купить тандыр цена начинается от 200 долларов и доставка Всем спасибо, до свидания